Для приморских аграриев наступает самая ответственная пора – весенняя посевная. Почти 12 тысяч гектаров пшеницы и овса уже засеяны. Всего планируется засеять почти 500 тысяч гектаров. В основном с соей. Конечно, будет кукуруза по объему производства. Порядка 41 тысяч гектаров мы посеем в этом году. Ранние зерновые культуры тоже в районе 40-42 тысяч гектаров. Покажет, когда выйдут основные районы в посевную компанию, результат, который мы достигнем к этому уровню. Что касается риса, то рис останется на уровне прошлого года в районе 13 тысяч гектаров. Под картофель и овощи отведут всего 4 тысячи гектаров. Между тем, приморский край далеко не полностью обеспечивает себя всем необходимым продовольствием. Молочные продукции приморье обеспечивает себя на уровне 45-50%. Остальное завозится из Центральной и Западной России в виде сухого молока. Свининой – на 40%. Основной поставщик – Бразилия и США. Овощами – на 70%. Остальное импортируется из Китая. Что касается мяса, то в основном сейчас идет направление развития свиноводства на территории края. Также реализуется ряд инвестиционных проектов. Если, допустим, свинина была производителя порядка 250-300 рублей за килограмм, то сейчас ее можно найти 200-180 рублей за килограмм. Что касается, конечно, такого сегмента, как развитие говядины, то у нас в основном есть небольшие фермы, которые занимаются данным направлением, но закрыть данный сегмент мы пока не в состоянии и, в принципе, наверное, не сможем. В 2018 году на поддержку приморских аграриев планируется направить порядка 3 миллиардов рублей. Средства на эти цели заложены в краевом и федеральном бюджетах. Деньги пойдут на техническую модернизацию сельскохозяйственных предприятий, развитие молочного животноводства, крестьянско-фермерских хозяйств, производство тепличных овощей и другие цели. Насколько эффективны для хозяйств окажутся столь значительные вливания, повлияют ли они на уровень обеспеченности края собственной продукции, увеличат ли конкурентноспособность местных производителей, покажет время. Катерина Матвеева, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.